В Твери открылся фестиваль театральных постановок «Эхо БДФ» Верхневолжья. Его особенность в том, что программу определяет детское жюри. В Тверском театре драмы состоялась пресс-конференция, посвященная открытию масштабного культурного события. В мероприятии приняли участие народный артист Российской Федерации, художественный руководитель Большого детского фестиваля Сергей Безруков, а также театральные деятели региона. Подробности у Натальи Чекет. Большой детский фестиваль – огромная мультижанровая программа, которая включает разные направления искусства. Театр, кино, анимацию, детскую литературу. Но самой обширной по традиции является театральная программа. Жители Тверской области смогут увидеть шесть спектаклей, ранее ставших лауреатами фестиваля. Все, кто занимается детским театром, это люди, которые работают на совесть. А совесть – это дети. Если им неинтересно, если их не заинтересовали. Более того, именно детский театр занимается воспитанием детей, помимо школ. Конечно, я, допустим, представляю театр для взрослых, все-таки Московский губернский театр для взрослых. Но у нас 14 спектаклей в репертуаре для детей. Главная особенность Большого детского фестиваля заключается в том, что лучшие постановки отбирают только дети. Взрослых в составе жюри – нет. А ребенок, он вот как вот есть, так и реагирует. А оно понравилось или не понравилось. И в этом случае, сколько ты потратился, допустим, сколько ты отдал этой энергии, тебе и возвращается. И если вдруг дети невнимательные, если вдруг они в Антаркске скажут, мам, пойдем домой, это катастрофа. Профессиональной точки зрения для артиста – катастрофа. Площадками мероприятий фестиваля станут помимо Тверского театра драмы, Тверской тюз, Тверской театр кукол, Киморский театр драмы и комедии, Вышневолодский областной драматический театр, мультимедийный парк «Россия. Моя история», киноконцертный зал «Панорама», Тверская областная библиотека имени Горького. Конечно, для нас это событие. Я очень рада за нашего тверского зрителя, я рада за своих коллег, служащих в театрах нашего региона. Спасибо огромное за эту возможность. Для театра и для моих коллег-артистов и сотрудников цехов это тоже большой ресурс. Когда приезжает такой замечательный фестиваль к нам сюда, мы, конечно, должны поддержать. Учитывая, что еще кроме спектакля есть образовательные программы, воспитательные программы, сложно переоценить. То есть нужно всячески помочь. И действительно, помимо спектаклей, программа фестиваля включает встречи с детскими писателями, мастер-классы и тренинги для воспитанников творческих студий. А также образовательную программу для представителей профессионального театрального сообщества. Для театральных студий детских мы привозим всегда педагогов. Потом с педагогами, которые занимаются с детьми, мы проводим тоже круглый стол. Слушаем друг друга, кому это нужно, кому что еще нужно. Наши педагоги привозят свои авторские методики, им делятся. Кстати, Тверской области крупно повезло принимать у себя фестиваль во второй раз. Ведь регионы выстраиваются в очередь, чтобы принять у себя эхо БДФ. По традиции региональная программа фестиваля стартовала с показа музыкальной сказки «Маленький принц» Московского губернского театра. Ее режиссером выступил Сергей Безруков, также исполняющий в представлении главную роль. Программа фестиваля в Тверской области продлится до 9 февраля.